Подразделение противовоздушной обороны Восточного военного округа провели боевые стрельбы. Впервые им предстояло поразить реальные цели. Настоящие крылатые ракеты, запущенные стратегическим бомбардировщиком. Расчеты комплексов С-300 тренировались на полигоне в Бурятии. О результатах этих учений Евгения Плескова. На самом большом в мире полигоне Телимба в Бурятии, его площадь больше миллиона гектаров, готовятся к стрельбам. Цель одна – обнаружить и уничтожить противника в воздухе, а заодно и показать, кто в небе хозяин. Первые на очереди зенитные комплексы С-300. Эта система еще никогда не применялась в реальном бою, поскольку войны такого размаха в мире не было. Хотя свой первый мировой рекорд зенитный комплекс установил еще в прошлом веке, уничтожив тактическую ракету на полигоне Капустин-Яр. Западные аналоги в то время не то, что ракету. Реактивный самолет сбивали с 50-процентной вероятностью. С тех пор задачи зенитчикам с каждым годом лишь усложняются. На радарах они видят не просто мишень, а реальную цель. Впервые боевые расчеты С-300 должны сбить крылатые ракеты, которые запустил стратегический бомбардировщик. Это сложнейшая миссия, и далеко не все армии мира могут ее выполнить. На командном пункте полигона, где все небо, как на ладони, за светящимися точками на экранах следят, словно за игрой любимой команды. Вот С-300 догоняет цель. Стартер-М, стартер-М. Вот это, прямое попадание. Нет, а вы гоните за них. Есть. Это попадание лишь одно из многих. Ведь в современном бою крылатые ракеты, как в песне, не ходят одна без другой. Мало того, постоянно меняют высоту, нащупывая так называемую слепую зону радаров противника. Мы с вами были свидетельны, наблюдали, когда работал комплекс С-300ПС по крылатой ракете. Вот это, опять же, наверное, изучение опыта локальных войн, что крылатых ракет будет много. И надо, в первую очередь, наверное, учиться по ним стрелять. Вместе с крылатыми ракетами на полигоне отстреливали и цели попроще. Лейтенант Шаранов два года управляет расчетом зенитного комплекса «Бук». Он может навести порядок не только в небе. Такие ракеты способны поражать и наземные цели. Однако самые яркие впечатления у командира именно после борьбы с воздушным противником. Когда нам дали команду, что старт мячейн произошел, то все внимание было для того, чтобы сосредоточить, чтобы ее поймать, захватить, увидеть эту маленькую точку на индикаторе. И, как видите, у нас это получилось. Для самого себя это уже самоуверенность дает. И то, что ты не зря учился и пошел служить Родине. То, что получилось днем, командиры повторяют и в темное время суток. В идеале для противоракетных комплексов в принципе не должно быть помех ни погодных, ни радиолокационных.